Что сейчас происходит в нашем регионе, об этом вам расскажу я, Артемий Заварзин. Добрый день. Ледоход в Архангельской области остановился у деревни Пермагория Красноборского района. Причина – низкие температуры воздуха. Задержка прохождения ледохода по Северной Двине может составить до двух суток. Река Онега постепенно очищается от льда. На акватории порта Архангельск ледостав толщина льда на измерительной площадке в Соломбале 55 сантиметров. Условия для работ по спуску льда в море по-прежнему неблагоприятные. Серьезный пожар в центре Архангельска. Уже во второй раз горела деревяшка по адресу Ломоносова, 172, корпус 2. Огонь заметили жители соседнего дома, они же вызвали пожарных. В изгорании тушили пять расчетов. Развернутый штаб пожаротушения, созданы два участка потушения пожара. Пожар можно считать локализованным, да, сейчас будем передавать. В принципе, вы видите, что сбито пламя открытое. В принципе, сил и средств достаточно. По словам соседей, они неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой разобрать расселенный полтора года назад дом. Но мер принято не было. В ноябре прошлого года был пожар. Сильнейший был пожар. Соответственно, никто меры не принял. Все вот так вот и оставили. К участковому ходили. Там даже погиб человек. Надо сказать, что курение, особенно в нетрезвом виде, может стать причиной страшного пожара. Люди, увы, продолжают дымить в квартирах, на лестничных площадках, на улице, хотя это запрещено. За три месяца в области составлено 27 протоколов о курении в неположенном месте. К административной ответственности привлечено 22 человека. Сумма штрафов 16 тысяч рублей. Есть и предприниматели, которые торгуют сигаретами, нарушая закон. В итоге 49 постановлений об административных правонарушениях на сумму около 950 тысяч рублей. От ремонта подъезда до реконструкции набережной Седова. Вот круг вопросов, которые подняли жители Соломболы на встрече с депутатом областного собрания Эрнестом Белокоровиным. Вопросов, как всегда, много. А были ли конкретные ответы, знает Алексей Шемекин. Сначала парламентарий отчитался перед избирателями своего округа о работе в 2016 году. Важные законодательные инициативы, автором которых был Белокоровин, о сокращении депутатского корпуса в областном собрании и выделении дополнительных средств на ремонт дорог. И то, и другое предложения в результате были поддержаны и реализованы. Кроме того, Белокоровин нашел понимание у областных и городских властей в вопросе строительства в Соломбальском округе Архангельска детского сада с яслями на 280 мест. Много-много других вопросов. Это и благоустройство территории, это парк в Соломбале, это и строительство детского сада, это и многие небольшие вопросы, что касается, допустим, ремонта дорог. Есть очень много, кстати, вопросов по здравоохранению, по седьмой городской больнице. Ну, не может пока больница набрать специалистов, очереди к специалистам. На встречу с избирателями Белокоровин традиционно пригласил представителей городской и областной исполнительной власти. Такие форматы общения люди, конечно, приветствуют. По какому вопросу не обратишься, он всегда поможет, всегда сделает. И приемные у него хорошо работают, хорошие девочки. Тоже на все вопросы всегда ответят. На встрече соломбальцы узнали подробности проекта реконструкции набережной Седова. Работы начнутся этим летом, а завершиться должны в 2019 году. Всего на ремонт достопримечательности Соломбала из бюджета будет выделено 510 миллионов рублей. Девять обучающих семинаров проведут представители благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» для педагогов, воспитателей и психологов региона, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Занятия начнутся в сентябре. Основная тема – адаптация подростков в социальной среде. Польза в том, что сегодня ребенок с ограниченными возможностями здоровья может появиться в любой школе и в любом саду. Не обязательно это должна быть коррекционная школа, либо какое-то специализированное учреждение, регуляционный центр и так далее. Поэтому мы к участию приглашаем всех заинтересованных. То есть может прийти любой учитель, любой воспитатель детского сада и принять участие в этих семинарах. Сегодня Международный день памятников и исторических мест. В Архангельске только памятников архитектуры свыше ста. Это купеческие дома, усадьбы, церкви, подворья и банковские конторы. Но по праву список таких объектов возглавляют гостиные дворы. Уникальный объект готовится отметить 3 350-летия. С момента постройки 17 веки и по сей день комплекс зданий открыт для всех, кто хочет совершить экскурс в историю. Моя коллега Олеся Кокина уже сделала это. Стройка была по меркам 17 века огромная, да и сам проект уникальный. Сейчас историки с гордостью говорят, наши гостиные дворы самые большие в России. На строительство ушло долгих 17 лет и немыслимая по тем временам сумма – 667 тысяч рублей. К слову, годовое жалование стрельца в те времена составляло 5 рублей. В 17 веке гостиные дворы носили еще и функцию Кремля. Эта стена, которую мы с вами сейчас видим, это одна из наружных стен русского гостиного двора. Вот об этом говорит и вот эта реконструированная крыша, и клипсы, которые держат стяжки, стягивающие основные стены здания. К слову, металлические стяжки заказывали и наземные. Металл такой прочности в Москве и в ту пору было не достать. В конце 17 столетия Архангельск посетил Петр I, а спустя 10 лет торговые функции гостиных дворов оказались без надобности, поскольку купцов город на Двине больше не принимал. В 18 веке императрица Екатерина затеяла масштабную реконструкцию и превратила торговый объект в таможенный замок. И это только одна из многочисленных перестроек, которые претерпел исторический памятник. За несколько лет были проведены раскопки в разных частях на территории комплекса гостиных дворов, и общая вскрытая площадь достигает нескольких сот квадратных метров. Глубина культурных напоставаний здесь, вот в центре Архангельска, достигает трех-трех с половиной метров. И, конечно, в такой толще культурного слоя было много интересных находок. Исходя из того, что нашли археологи в 17 столетии, поморы жили весьма зажиточно и были гораздо прогрессивнее прочих соотечественников. Курили трубки, несмотря на запреты, носили дорогую кожаную обувь, а накопления хранили в пиастрах, испанских монетах из мексиканского серебра. Вслед за раскопками прошла и реставрация. Были устранены все стены, все перегородки, все многочисленные слои и штукатурки, были проведены вычетки сводов, восстановлены все дверные и оконные проемы, многочисленные ниши освобождены. За три с половиной столетия своей функции гостиные дворы не утратили. Они по-прежнему служат обществу, теперь как краеведческий музей. Правда, постояльцы в старинном здании все же есть. От грызунов музейные фонды защищают три хвостатых стрельца – Решка, Степан и Семен. Олеся Кокина, Ольга Красулина. Сейчас в регионе. Наш выпуск подошел к концу, но редакция канала ПС продолжает следить за происходящим в регионе. До встречи в 16 часов. Жду вас.